Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня будет, наверное, сверхпозитивное видео, потому что мы уже устали все от плохих новостей. Сегодня поделюсь хорошими. И первое из них, то что я не буду весь видеосюжет вам комментировать все, что происходит. Да, парковка на выезде на дикие пляжи у нас подтоплена, но люди стоят с палатками, людей на пляжах просто нереально много. И мы сегодня пролетим от самых диких, хотя как их назвать дикими, если там есть все благоустройство, не знаю. Ну, будем считать, что туда доезжают отдельные машины, как-то объезжают блокпосты. Здесь у нас происходит стрит-баскетбол, чемпионат России по нему в районе как раз-таки у нас ВФВ. Там у них сцена будет, и вот в эти дни они приехали к нам веселиться. У нас на море волна, висят, правда, красные флаги о том, что купание запрещено, но, честно, цвет моря, запах моря, вкус моря. Я все сегодня проверил на себе, ощутил в полной мере, ну и вы видите, сколько людей здесь купается. Как сюда доехать на такси? Улица Славная, пересечение с улицей Скифской. Пляж называется Венера Ресорт. Либо, допустим, вы едете на 128 маршрутке и выходите на конечное, немножко проходите пешком. Ну и смотрим цвет моря. Это пляж Тартуга, куда ранее был выход, а сейчас видите, что здесь флесками все проложено, чтобы вы ни в коем случае сюда не приехали. И море у нас просто даже в шторм великолепно. Выбрасывать немножко камки. Камку, прошу не путать с хлорофорой бродячей. Это совершенно две разные водоросли. И мы начинаем свой полет. Здесь видим, что занимаются кайтеры. Ветер как раз для них такой подходящий, чтобы научиться держать крыло правильно. И видим, что людей, чем ближе, тем к центральным пляжам. То, что до сюда уже доехать сложно, становится все больше. Мы же отошли джаником сюда подальше, чтобы было поменьше людей. И я там занырнул. Видео можете посмотреть в прямом эфире есть. Как я купался. И чуть позже, наверное, выложу в инстаграме. Ощущения просто фантастические. Морешко, как я по тебе скучал. В общем, почему море почистилось? То есть у нас течение сейчас идет со стороны Крыма в сторону города Анапы. И вся, вот видите, это кусочек, это зеленые водоросли были. Просто они почему-то на видео кажутся таким темным пятном. А все остальное у нас чистейшая водичка. Единственное, что она взмешана из-за того, что идет волнение моря. Я очень расстроился с утра, когда приехал на джемотей. Там был запах такой, как бы не морюшко совсем. Здесь же просто великолепно. Я честно не смог удержаться, чтобы эту радость не испытать и не искупаться в море. Ну и, в принципе, подлетая сюда ближе, мы видим, что людей моментами становилось то больше, то опять мало. Непонятно из-за чего. Ну, хотя мне кажется, потому что мы где-то в час дня были, а здесь находятся пляжи пансионатов в большей мере. Подлетаем к улице Мира, хотя, да, обещал не комментировать. И тут у нас что-то пошел такой комментарий прям от души. И здесь мы видим, что людей становится больше, люди купаются. Пляжи у нас, в принципе, не загромождены здесь большим количеством лежаков и очень много линий для купания. Это пляж Лок-Витязя. Мы пролетаем, я сказал к улице Мира, но до Мира еще лететь и лететь. Смотрим далее. Вот тут вот на улице Мира как раз таки у нас прокол сделан. И здесь стекает вода. В этих местах я тоже, из-за того, что течение боковое, не вижу особых загрознений. Ну, вот, по крайней мере, сверху. Хотя в первые дни, когда вода только выходила и было море спокойно, мы их наблюдали. И вот второй прокол, это уже именно с Мира истекает вода. Ее там продолжают откачивать, ее становится меньше. Людей на пляже, вы видите, сколько люди прям высыпали. Не могу понять, конечно, тех, кто жаловались, что народу стало совсем мало, никого нет. Вот, друзья мои, посмотрите. Это центральный пляж Витязи, пролетаем пирс. Сейчас у нас здесь, в принципе, именно в районе пирсов в море не сливается ничего. И получается, что это одно, наверное, из лучших мест, куда можно прийти покупаться. Здесь у нас водичку сливают неспосредственно вот с этого затопления, где стоят лежаки. Ну, это как бы, по идее, не должна быть сильно плохая вода. Но не должна быть, я гарантии не даю, потому что не знаю, что это за вода. Потому что у нас вот в районе улицы Мира там тоже переливали, насливали ее через дюны без прокола. И вот, видите, вот здесь вот выходила, по крайней мере, вот она речка, через которую тоже стекала. Это детский пляж республики Виталий. Вот, видите, там аж позеленела земля в этом районе. Вот в правом таком углу там можно наблюдать. Во всем остальном, то, что вот видите, черные пятна на море, это именно облака, то есть, которые заходят, они, видите, двигаются постепенно. Вот, зашел на сушу, то есть, это не загрязнение моря. То есть, я мог бы сказать, что, ребят, посмотрите, все как плохо. Но нет, действительно, течение боковое уносит все в сторону на пыль. Здесь мы видим прокол на жемчужине России. Как это выглядит, вы можете... А, нет, это не жемчужина России, у нас жемчужина России. Дальше, это прокол у нас на пляжике Мираклеон Бич. Чтобы не перепутаться, это вот элитные пляжи. Жемчужина России тоже у нас, получается, была подтоплена территория. Ну, я решил подняться вверх, чтобы увидеть, ну, может быть, в более таком масштабной перспективе, видны ли какие-то пятна неприятные, их не заметил на море. Так что новости позитивные и хорошие. Пошла волна, боковое течение, и все сразу же посносило. Попросили показать, ну, вообще сверху. Вот мы пролетаем сейчас на улице Светлой. Видим по Барханной затопление. Вот в правом углу у нас тоже затопление. Аквапарк работает. Кстати, в аквапарке очень мало людей. Вот вся улица Барханная, она затоплена, получается. И направо к улице Серебряной тоже потоп. Параллелью смотрим. Параллелью у нас полностью сухая. Вот непосредственно сейчас над ней мы пролетаем. Но, по крайней мере, до улицы Серебряной абсолютно нет воды. Люди идут на пляж. Это у нас санаторий Дюна. У него, смотрите, основная территория сухая. Но проблема вот туда, к улице Мира. Там, видите, у него озеро есть свое. А рядышком с озером, я так понимаю, это теннисный корт или что-то еще. И там затоплено. И вот с левой стороны, ближе вот к этим, с Киевской улицей, тоже какие-то есть подтопления. Дальше полетаем на улице Мира. Видим, что возле Дюна у нас там есть. Вода еще стоит. Но здесь уже полностью движение организовано по-сухому. И вот свободные участки видим, что здесь тоже стоят под водой. Непосредственно вот этот ряд отелей по улице Скиевской тоже, в принципе, сухой. Вот кроме парковки, которая была за отелями. Там печалька, потому что там грунт не поднимали. И вот смотрите, сейчас показательное место. Это вот курортный поселок называется. А вот сюда, к Дюнам, стоит вода. Раньше вся эта вода, тут видно даже, вот видите, канал Орок, Орык идет. И вот он упирается, по идее, вот в эти новые постройки, которые в гостинице стоят, да. Они переходили раньше и дальше шел он туда, стекало все. И дальше этот Орык был у нас полностью. Ну, постройка, выделение участков на Орыки. Я не знаю, я посадил бы этих частных людей, которые это сделали. Теперь надо думать там новое водоотведение, обводить эти гостиницы, чтобы вывести дальше. Тут, вот видите, пустая земля, я думаю, что эти участки тоже проданы. В районе, вот с левым углом пролетаем, тоже у нас здесь гостиничка находится. И вот здесь вода отстаивается. Почему? Потому что дальше у нее также не прорыты Орыки, которые бы отводили ее еще дальше. Раньше система эта работала вообще великолепно. То есть вода если попадала, чтобы вы понимали, от республики Виталий и вся стекала вдоль дюн, вот сюда в сторону лимана и уходила в лиман. Даже в шторма, когда она переходила дюну в очень сильные шторма, она вся так же стекала. И все это работало великолепно. Пока вот не пришли люди и не стали застраивать вот эти вот земли. Здесь вот можете увидеть, что у нас тоже водичка стоит. Это именно с этой стороны дюн. Но здесь ни одного прокола нету, который бы выносил ее в море. Поэтому здесь, наверное, самое сейчас чистящее море. Пройти по сухому легко. Как я сказал, адреса, куда приехать обозначил. Но выехать сюда на такие пляжи крайне сложно. Хотя те, кто выезжает, находятся. Ну, это какие-то там сверхпроходимые машины. На литровых бы я не советовал. Здесь у нас в правом углу фея пятая называется. Ее так и не начинали даже сносить. Это говорит о том, что, скорее всего, не снесут. И вот здесь вы можете увидеть незасыпанный арык. А то, о чем я говорю. То есть, вот она система каналов, которая дальше и дальше и дальше отводит эту воду уже непосредственно в лиман. То есть, это такая же система была и там. Вот такая вот беда, ребятки. Приходит человек, все уничтожает. Потом, ох, никто не виноват. А давайте мы все будем сливать в море. То есть, вот так это примерно звучит. Сейчас мы подлетаем к блокпосту, через который никто никого не пропускает. Но прошу вас обратить внимание. С правой стороны этого блокпоста одна дорога. С левой стороны одна, вторая дорога. То есть, все, я так понимаю, что его спокойно обезжают и едут дальше на пляж. Почему я так думаю? А потому что там на пляжах стоят дальше машины. Они как-то туда попадают. То есть, значит, просто объезжают эти блокпосты. Потому что немного там, да, вроде машин, но они там все-таки есть. Тут я решил, вот видите, одна машинка, вторая машинка, там еще стоит. То есть, там пляж дальше домино находится. Все-таки как-то туда проезд осуществляется. И давайте посмотрим перспективы именно на Лиман. Лиман взял неплохое количество воды, но не до лучших своих, так сказать, ситуаций, которые были. Потому что в лучшие времена, чтобы понимать, видите, посередине острова, такой как коса идет, она скрывалась, эта коса. То есть, если еще бы парочку таких дождей, то Лиман взял бы объем воды очень хороший. И те идеи у людей, которые хотят забирать у него площадь, приведут к тому, что потом при таких сильных дождях утонет вся эта территория. Такие природные, так сказать, моменты никто не должен трогать, чтобы Лиман, когда у нас спасает Витязево, и если бы эта вода не поднялась в Лиман, то она бы вся раздвилась здесь по территории, и тогда был бы полный трендец. Надо задумываться об этом, когда строится вот здесь на плавнике, потому что это также земля, которая принимала. Когда засыпают орехи, которые отводят воду всю жизнь, это водили, да, это бац, застроили гостиницы, теперь стоят, и вода теперь стоит, и топит большую часть такой туристической зоны. Ну, ладно, давайте об этом не будем. Вернемся обратно сюда к волейболистам, которые, так сказать, занимаются спортом. Ребятам пожелаем удачи. Я так понял, тут двойки играют между собой, и за звание лучше огромное количество просто сделали площадок. Большие молодцы. Желаем всем побед, достижения лучших результатов, и чтобы у них все получалось. Видите, вот одно место у нас вот чуть-чуть водоросли есть, и по берегу шторм уже попыкидывал все эти мусоры, на берегу никакого, кроме зелени, вот этой нету зелени, еще одна, как трава, именно водоросли камка. То есть, поэтому они, нет такого, что они там неприятные, там еще что-то, они отличные, прекрасные водоросли. Ну, и давайте немножечко красоты напоследок посмотрим уже, наверное, без меня, ребятки, и повороты. Скоро все совсем подсохнет, и будет вообще великолепно. В общем, всем спасибо за просмотр, обещал, что без меня, но вот все произошло со мной. Здесь раньше был маяк, видите, от него только столбик один остался. Маяк указывал кораблям, что здесь, будьте аккуратны, затоплен корабль. Ну, у нас сейчас морского сообщения особо нету. Все, как говорится, мг-мг-м, или так же, как и рыки, все закопали. Ну, и давайте напоследок еще, наверное, мужджаником помажем ручкой, скажем огромнейший привет, ну, или пока, дорогие друзья. Могу с совестью, с чистой сказать, что можно приезжать, отдыхать. Главное, в местах проголов не купаться. Все, от души всех обнял, поцеловал. До свидания.